Многие слышали, знают Алтай, летают туда с удовольствием. В Абакан придет волна высотой примерно 30 метров. У каждого человека свой критерий счастья. В ТВ бедно, холодно и опасно. Несмотря на то, что мы офицеры полиции, мы после 7 вечера на улицы не выходим. Армия – это социальный лист. В Абакане и в Хакасе дефицит всего. Приветствую, дорогие зрители. Был выпуск про возможный переезд в Санкт-Петербург. На дружественном канале был выпуск про возможный переезд в Москву. А сейчас пойдем от обратного. Мы рассмотрим переезд из крупного города в небольшой. Вспоминается сразу анекдот про Урюпинск. Кому интересно, посмотрите в Яндексе. Суть анекдота, что заканчивается бросить все и уехать в Урюпинск. 20-летние зрители, скорее всего, покрутят пальцем и виска и скажут, что я сошел с ума. И то, что что за чушь я несу. Но те, кому ближе к 40-50, я думаю, послушают, что я скажу. И, может быть, для них это будет интересно или даже к чему-то сподвигнет. Итак, сегодня я расскажу про республику Хакасия, про город Абакан, про то, как уехать жить в Сибирь, если тебя где-то что-то накрыло и что-то не устраивает в больших городах. Первое. Отдельный привет Мирону, который постоянно передает привет из солнечной республики Хакасия. Привет тебе. Выбор насчет пива – это второй вопрос Джоэля Абаканской. Мне оба нравятся, я особо разницы не различаю. Скажу важную и интересную вещь, думаю, что многие не поверят. Для меня важное и интересное. Я на полном серьезе рассматриваю переезд на постоянное место жительства в Сибирь. Вот конкретно в Абакан, в республику Хакасия. Это я говорю абсолютно без шуток. Вопрос считывается. Может быть, вопрос года, двух, трех, пяти. Ну, то есть направление туда. Сибирь, юг Сибири, юго-запад Сибири. Если посмотрите карту, то республика Хакасия, над ней нависает огромный Красноярский край, республика Хакасия, внизу республика Тыва и после этого Монголия. То есть, чтобы было понимание. Середина России, лететь 4 часа 40 минут. Летают рельсы аэрофлота из Сибири, она же С7, летают каждый день. Если хотите сэкономить, летите авиакомпании Победа до Красноярска, добираетесь потом на Блаблакаре. И если совсем маловато денежек, то можно доехать на поезде, ехать от Москвы три дня. Сэкономите какие-то деньги. Алло, да, как к кому обратиться? К Тарантино, конечно, Сережа. Как почему? Ты че, не видел их ветку на Даркмане? Тарантино и тролл сроюсь на рынке финансовых услуг. Грамотные саппорты в любое время моментально подберут реквизиты под твои нужды и дополнительно проконсультируют по всем вопросам. Да какие блоки, Сереж? Выплата гарантирована. Блокировки и прочие соцмажоры на плечах сервиса. Вое дело отправить им деньги, а дальше они все сделают сами. Выплата производят чистой криптой и любым другим удобным тебе способом. Да и на Даркмане у них целый миллион депозитов. Что предлагают? Да у них столько всего. Считай карты сизлит в подпереводы, кэшин, NFC, кассы. Причем лимиты запредельные. О и ИП готовые на заказ. Сам инкассации, сим-карты, киви, юмония, счета ЕС и СНГ, мерчи, отмыв крипты и много че еще. Короче, Сережа, тег Тарантино. Да, ссылка в описании есть. Залетаю. Итак, несмотря на название Республика Хакасия, местного населения там порядка 12%, то есть каждый восьмой человек. Республика абсолютно русская. Из забавного. Близкий человек дружит с людьми разной национальности. И вот как-то в каком-то кафе сидит она и три хакасочки. Общается и в процессе разговора, обсуждая что-то межнациональное, мой близкий человек выпаливает. Ох, как надоели эти нерусские. И ловит на себе три пары удивленных взглядов. Она говорит, не-нет, это я… Вы сами понимаете, что… Не о вас. А-а-а. В общем, дело в том, что хакасы воспринимаются так же, как и обычное европейское население. То есть это люди с нашим складом ума, с нашим мышлением. Особенность хакасов, что они многие все-таки имеют родственников или, например, мы вышли из деревень, то есть они чуть ближе к земле. То есть отличие от русского населения Абакана. Например, то, что хакасы – это или сами, или дети тех, кто приехал с ближайших аалов, ну то есть близка связь к земле и огромное количество родственников. То есть человек, будучи хакасом, у него 10, 20, 30, 50 дней рождения родственников, которые он должен учитывать. Но также и большое количество людей может чем-то помочь в его жизни. Кстати, особенность некой межнациональной подоплеки, если русский руководитель, ему потребовался сотрудник. Он рассматривает всех кандидатов, их плюсы и минусы, и выбирает на его взгляд лучшего. Хакас берет своего. Ну, в общем-то, вся разница. Ну, то есть Хакас всегда берет своего. Соответственно, в Хакасе есть предприятия, которые только хакасский национальный состав. Например, это магазины ВСК, там, отчасти магазина «Командор». Но, повторю, национализма в республике нет. И несмотря на то, что это республика Хакасия, по факту это субъект Сибирского федерального округа. Если в результате событий на Украине, ну вдруг, вдруг в России будут какие-то перетурбации и страна будет разделена, то сейчас есть такой проект, называется «Енисейская Сибирь», в который входит сама этот Красноярский край огромный, который от Северного Ледовитого океана идет, Хакасия и Тыва. Вот эти вот три субъекта Российской Федерации. Чисто теоретически, в случае каких-либо волнений, это, в общем-то, практически готовый регион. Итак, что такое Хакасия? Хакасия – это степь, это горы, это предгорья и это тайга. Там есть все. Минус Хакасии, минус конкретно Абакана и Хакасии в глазах россиян в том, что лететь чуть меньше, чем до Алтая. Если посмотреть на карту, сначала Алтай, Кемерово, Хакасия и дальше опять за горной грядой озеро Байкал. В связи с тем, с неразвитостью дорог, влево, вправо, теоретически 300-400 километров крупные города или тот же Байкал, а по факту, что в эту, что в эту сторону, нужно ехать по полторы тысячи километров. Люди у нас ленивые, многие слышали, знают Алтай, летают туда с удовольствием. Прилететь примерно в такие же края, как республика Хакасия, ну, достаточно мало людей летят, ее как бы мало знают. Значит, республика живет с чего? Первое, с Саяно-Шушенской ГЭС, то есть дешевое электричество, которое идет на всю Сибирь. И второе, с Саяногорский алюминиевый завод, алюминиевое производство. Третье, это добыча угля в шахтах, в основном это Черногорск и другие рудники и шахты республики. То есть добыча полезных ископаемых и добыча чего-либо. То есть не информатика, не умственный труд. Соответственно, достаточно много рабочих специальностей. Значит, лететь до Абакана 4 часа 40 минут. При приземлении вы видите достаточно уютный аэропорт. Минус этого аэропорта, что он принимает всего от трех до пяти рейсов в день. Ну, соответственно, сколько принимает, столько и выпускает. Аэропорт уютный. Ехать до города, до центра города 11 минут. Такси в Абакане очень дешевое по моим меркам. Ну, то есть вот эти 11 минут, они обойдутся в 150 рублей. Транспорт в городе достаточно дурной. Опять же, мое субъективное мнение, как знакомый с другими городами, в данный момент это или троллейбусы, или старые пазики, которые медленно-медленно идут по маршруту. Все они с кондукторами. Все идут медленно. Проезд в основном передается из рук в руки. И привыкшим к банковским картам все-таки желательно в Хакасе иметь какую-то наличность. Хотите быть в курсе всех автомобильных новостей? Тогда вы попали по адресу. YouTube-канал Автоновости предлагает вам самые свежие и интересные новости со всего мира. Наши редакторы постоянно следят за интересными новостями, крутыми покупками селебы. А наши монтажер и диктор быстро и интересно переводят новости формата тиктоков на одну минуту. Больше не нужно подписываться на кучу разных каналов. Наша команда быстро и интересно расскажет вам о главных мировых новостях в мире авто. Одна минута и ты в курсе главных новостей. Мы не пропускаем ни одной важной новости и рассказываем обо всем, что происходит в мире авто. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите ни одной важной новости. Будьте в курсе событий вместе с нами. Климат там резкоконтинентальный имеет какие особенности? Лето лучше, чем в европейской части страны. Ну то есть неоднократно сравнивал. Летом в Хакасии лучше, чем в европейской части страны. То есть именно вот эта вот природа. Резкоконтинентальный означает, что с утра дождь, через два часа солнце прям жарит. Лужи высохли. Еще через два часа опять возможен дождь. Ну то есть вот такие качели. Зима бесснежная. Точнее снег, который выпадает, если даже он есть, за счет того, что Абакан находится в Миносинской котловине, его выдувает. То есть в городе достаточно мало снега. Я не видел, чтобы город сильно посыпали солью. То есть машины там практически не портятся, в отличие от Питера или Москвы. Снег выдувается. Зимой находиться в Абакане терпимо, абсолютно терпимо. И мороз в 31 градус в моем случае позволял ходить играть в футбол. И я как бы был не один. То есть в минус 31 играть в европейской части с нашей влажностью, ну это просто здоровье убивать. Минус 31 там, сухой воздух, как бы прикольно. Большой, огромный минус Абакана и вообще вот тех краев Красноярска, Абакана, Саиногорска. То, что огромный частный сектор. Люди там все-таки бедноваты. Не стоит электрическое отопление, а стоит отопление уголь. Опять же, уголь может быть добыт в республике Хакасия. Он дешевый и очень дымный. А можно покупать в Теве подороже. Он лучше, он менее дымный. Но люди бедноваты, соответственно, топят углем. И январь, февраль, отчасти март стоит дымка, стоит смог. То есть 2-3 месяца в году город загрязнен. С этим ничего не поделать. Место называется Минусинская котловина. То есть ветер не выдувает. Такая же беда в Красноярске, только там все это завязано еще на Красноярский алюминиевый завод. Там периодически объявляют режим черного неба. Ну, производство из города там не выносит. В 400 километрах от Абакана находится республика Тыва. Там зимой холодно. Средняя температура на... Отличие от той же Хакасии на минус 6 градусов холоднее. То есть европейскому человеку там зиму переносить хуже. В Тыве бедно, холодно и опасно. Как-то у меня был случай. Я прилетел в Абакан и поступил звонок из моего города. Меня вызывали на допрос. По одному из дел, про которые я уже как бы давно и забыл. А я только прилетел и собирался жить месяц-полтора. Значит, в разговоре с оперативником я говорю, слушай, сделай вызов. Ну, то есть я приду в Абаканскую полицию. Просто меня опросят и отправят бумажки к вам. Ну, таким образом сделали. Я пришел на допрос. Меня опрашивал достаточно высокий в тот момент начальник. Вот. Он как бы учился в моем городе. Им было бы любопытно пообщаться с человеком с тех краев. Вот он меня опрашивает, допрашивает. И после этого у нас начинается разговор о том о сём. Я его спрашиваю просто, какие есть движения там по банковским картам, по дропам, по сигаретам, по сим-картам, пробивым, мошенничеством. Ну, то есть уже идет разговор. Ну, вот. Как у вас дела в республике? Вот с этим, с этим, с воровством, с уличной преступностью. А что, говорю, в ТВ? Он говорит, слушай, мы, когда приезжаем в ТВ, несмотря на то, что мы офицеры полиции, мы после семи вечера на улицу не выходим. Ну, то есть опасно. Ну, вот. Это я передаю чужие слова. Я как бы сам пока еще не испытывал. Из забавного, вот из моего вот этого коротенького рассказа. Я знаю работу полицейских своего региона. Прощаясь с этим ментом, сказал, слушай, мы завтра с тобой опять увидимся. Почему? Я говорю, а у нас вот они такие, они с первого раза нифига ничего не заполняют. Ну, то есть, вот то, что ты меня опросил, допросил, их все устроит, но три-четыре фразы они попросят изменить. И ты это, завтра меня опять будешь разыскивать, чтобы приехать, чтобы я подписал заново. Ну, так сложилось. Это было забавно. Вот. У них проще относятся к документам. Кстати, раз уж мы заговорили о черном рынке, о черном рынке, хочу сказать, что там все очень сильно упрощено. Я был в банках в Сбери, в Вальсе, в Открытии, в Газпромбанке. У меня субъективное мнение, что банковский регламент там соблюдается сильно хуже, чем в европейской части России. Больше посигизма. Именно для жульничества, для мошенничества больше, как бы, шансов попыток. Если посмотреть салоны сотовой связи, то видно, что набирают практически, ну, если не с улицы, ну, то есть, набирают людей, с которыми легко договориться, там, по детализациям, по оформлению киви-кошельков, по еще какой-либо движухе. Ну, то есть, все достаточно просто. И я считаю, что человек, который решит этим заняться, от Республики Хакасия, какой-то черный рынок, у него все пути открыты. Значит, как-то я в одном из выпусков рассказывал про продажи сигарет в Абакане, легальных и нелегальных. Все мужчины Республики на плюс-минус 80% курят, то есть, рынок огромный, и, соответственно, контрафактов в Республике много. Периодически, когда менты перестают щелкать клевым, он продается практически, ну, если не в открытую, то прям сильно. И в отличие от других регионов, где контрафактом занимается строго полиция, здесь периодически задержание спиртного и сигарет производят в сотрудничестве с Управлением Федеральной службы безопасности. Ну, то есть, есть своя специфика. Если ты переезжаешь в Абакан, ты можешь купить как частный сектор, квартир в частном секторе домов продается огромное количество. Они внешне очень отличаются от домиков европейских в части России. Я считаю, они какие-то, с одной стороны, твердые, с другой стороны, не скляшные внешне. То есть, внешней красоты гораздо меньше, чем вот у нас. И ты можешь купить квартиру, и, скажем, двушка метров 60 тебе обойдется порядка 4 миллионов. Ну, то есть, например, переезжая из своего города, ты должен понимать, что цена недвижки отличается примерно минус 30% от цены недвижки в городе-миллионнике. Ну, Москву и Питер, естественно, я в расчет не беру. Переехав в Абакан или в республику Хакасия, ты столкнешься с тем, что для государственных, муниципальных служащих там есть северные надбавки. Но, в общем-то, уровень дохода и уровень зарплат примерно такой же, как в твоем городе. Примерно такой же, как в твоем городе. Часть привозных продуктов, например, бананы, они процентов на 30 дороже, чем в магнитах и пятерочках твоего города. Часть продуктов, часть продуктов в твоем городе отсутствует. Например, после абаканских пельменей, которые продаются в многочисленных мини-маркетах абаканские полуфабрикаты, я без шуток, я не могу есть пельмени, которые я покупаю в европейской части. В Москве или в любом или другом городе очень вкусно. То есть, цена средняя, продукт суперский. То есть, к чему говорю, в Хакасии можно наладить нормальное здоровое питание или хорошими продуктами, или деревенскими продуктами, потому что на рынке все-таки поставляется много из окрестных деревень. Огромный плюс, который трудно жителю, который это не чувствовал в других городах, понять. Практически на каждой остановке стоит киоск мороженого, называется Славица. Достаточно недорогое мороженое. То есть, еще раз, по моим субъективным ощущениям, процентов на 20, на 30 дешевле, чем лежат в наших магазинах. Там достаточно недорогое мороженое. Видов 50. И, повторю, на каждой остановке. Я не знаю прибыльность, неприбыльность этого дела. Но вот такие плюсики, когда их знаешь. То есть, когда живешь в небольшом городе, где в шаговой доступности хорошие пельмени, хорошие продукты. Когда вот у меня близкий человек ходит на работу 3-3,5 минуты пешком. Представьте, вы москвич, а тут вот человек ходит на работу, вот она выходит из дома. И 3,5 минуты пешком, и она на работе. И так всегда. Соответственно, в обед человек приходит домой и обедает в нормальных домашних условиях. В обед, когда приходят дети, соответственно, есть возможность пообщаться с детьми посередине дня. Не вот ты их там бросил с утра и вечером увидел, как дела в школе. То есть, в этом есть своя плюсовая специфика. Она понимается только, когда это пощупаешь руками. В Хакасии и в Абакане ты можешь закончить работу и до дома добраться за 5 минут. И вот ты отдыхаешь. В Абакане есть и, ну, в Хакасии и в Абакане есть очень богатые люди. А в 2009 году произошла авария на Саяно-Шушинской ГЭС. Мужчина – это мужчина. Это гораздо большая ценность, чем в европейской части России. Как мы уже много раз анализировали в моих выпусках, ну, судя по комментам, родителей мало. В основном все-таки люди-одиночки. И, наверное, вот для них, то, что я рассказываю, не актуально. Но для людей, у кого есть дети, у кого подрастают дети, планируется. Город для детей очень-очень комфортный. Дети могут там быть на самовыпасе. Ну, то есть, человек может спуститься и гулять во дворе. Во дворах сидят бабульки. Есть такое. Дети могут гулять во дворе. Как на горках, как на футбольном поле. Так шарахаться по городу в пределах, скажем, километра два от твоего микрорайона. То есть, детям комфортно. Я считаю, что это имеет огромное значение. Но, как бы сейчас чуть забегу вперед, если ваш ребенок успешен по ученической или части, по спортивной или части, то примерно лет с 13 начинается тупик. Если ребенок просто коммуникабельный, ему нравится играть в футбол, то он в условном Абакане будет иметь друзей по всему городу. Он с этим играл, здесь играл, там играл. То есть, у него просто будет постоянный круг общения, он будет общительный. Он до конца жизни получит прекрасную привычку играть в футбол, играть в хоккей, играть там в настольный теннис. У него будет всегда круг общения. То есть, у него будет чем себя занять. Но если ты успешен, вот тебе 13-15 лет, вот город в этом плане тупиковый. И если ребенок успешен, тут начинается обратный процесс. Родителям надо думать, как его везти или в Красноярск, или в Новосибирск, или в Москву, или в Санкт-Петербург, вот смотря какой вид спорта. Это особенность этого города. То есть, в массовом случае город прекрасен, но вот если есть какие-то таланты, там, конечно, они загнутся и не продвинутся. Вот такая вот тоже вещь присутствует. У каждого человека свой критерий счастья. В Абакане есть, ну и в Хакасии, в Абакане есть очень богатые люди. По-настоящему богатые. И так как цены достаточно невысокие, то через какое-то время, вот у него есть квартира большая себе, дом где-то себе на реке, там какая-нибудь заимка, да. У него есть катер, у него есть недорожник за несколько миллионов. Он купил детям квартиры, и деньги по-прежнему идут. Деньги по-прежнему идут, и человек из Абакана не уезжает. И он там просто счастлив. Я не знаю, как это вот еще раз объяснить. То есть, находясь в Абакане, ты не будешь сидеть один в квартире, ты все равно вынуждена постоянно с кем-то пересекаться, общаться, у тебя есть круг общения. То есть, для одиночек не очень. Для людей, которым вот некомфортно в Москве или в Питере или в Миллионнике сидеть, вот там, вжавшись в свою квартиру и не выходить, ну это другой разговор. Богатых людей там достаточно много обеспеченных. Бедных людей тоже очень много. Не то, что тоже, а просто очень много. А так как город все-таки рабочий, вот эти все династии, ну то есть простота нравов, пьянки, большое количество каких-то общежитий, простые нравы тоже накладывают свой отпечаток. Потому что, как бы ни говорилось, от Асинки не родятся апельсинки. Город простых нравов, это примерно конец 90-х годов, может быть, начало 2000-х. Интернет есть повсеместно, но при этом людей с кнопочными телефонами в руках гораздо больше, чем в других крупных городах России. То есть, есть люди, которые не используют смартфоны. Значит, в городе у тебя обязательно должна быть машина. То есть, в Абакане машина, в Хакасии машина должна быть обязательно. Без нее все-таки некомфортно, даже при наличии дешевого такси, это 100% машина должна быть. Расстояние между городами Абакан, Черногорск, Минусинск, Саиногорск от 20 до 90 километров. Но дороги пустые, машина встречная или попутная, грубо 2-3 машины в минуту. Ехать очень комфортно, практически без светофоров. Машина должна быть, но нюанс. Машины в Хакасии, по моим субъективным ощущениям, по расчетам, процентов на 30 дороже, чем машины в европейской части России. Я знаю, я общался, что в Абакане достаточно большое количество людей, которые занимаются перекупством. То есть, когда скупают машины по всей стране у нас, от Питера до Владивостока, и своим ходом тащат в Абакан, и перепродают, и с этого живут. И доход у них с этого достаточно приличный. Люди эти живут не бедно. Дороги в Абакане, по моим меркам, прекрасные. Ну, просто прекрасные. То есть, ездя везде, я как бы понимаю... Наверное, это связано все-таки, что нет вот таких вот качелей, как в европейской части. Знаете, что вот замерзла, вода лужу разорвала, там вот этот вот асфальт еще разорвала, еще разорвала. То есть, на степных дорогах ветер эту влагу выдувает, она не успевает замерзнуть, и, соответственно, дороги требуют гораздо меньшего ремонта, чем в европейской части России. Есть определенные нюансы и опасности, которые жители региона знают, но не относятся к ним всерьез. А я вот закладывая переезд и зная, что у меня в Хакайсе находятся близкие люди, я вот этот нюанс, про который сейчас расскажу, я все равно в голове держу, но вот сейчас я расскажу. В 2009 году произошла авария на Саяно-Шушинской ГЭС. ГЭС – прекрасное, красивое сооружение между двух гор. Нюанс ГЭС, что со стороны Тувы, то есть где вот это водохранилище, глубина 300 с лишним километров, 300 с лишним метров, то есть там огромная масса воды. Во время аварии, если вы глянете на ютубе, есть кадры, когда вот случилась именно авария, как люди панически побежали с ГЭС. То есть началась общая паника, люди ломали шлагбаумы, пробивали машинами шлагбаумы, пытались убежать. Только благодаря героизму нескольких людей, которые вручную закрыли затворки вот этой ГЭС, усугубление аварии удалось предотвратить. Но если случится землетрясение какого-то сильного масштаба, например, от 9 до 12 баллов, и по какой-то причине ГЭС разрушится, не устоит, примерно через полчаса в Абакан придет волна высотой примерно 30 метров. Ну, то есть не убежишь. Я знаю, что ГЭС строили, начали строить при начале еще при Брежневе, когда к ГОСТам, к строительству относились серьезно, но заканчивали стройку все-таки уже во времена перестройки, и тут меня немного гложет. Плюс, наблюдая кадры поведения людей в момент, когда происходила авария на Саяно-Шушинской ГЭС, я, в принципе, понимаю, как мы, русские, действуем в такой ситуации. Я, кстати, переношу эту ситуацию и вот в событии сейчас. То есть почему я всегда, там, у меня вода дом заготовленная, не знаю, рис, крупа. Ну, то есть все равно есть какое-то вот нахождение немножко на стороже. Если перейти к доходам людей, средняя зарплата 50 тысяч рублей. Работа чиновником считается очень удачной работой. Но если в тебе есть предпринимательская жилка, вот ты входишь в эти 3-5% людей, которые являются, ну, что-то могут организовать, я вас уверяю, в Абакане и в Хакасе десицит все го. Там всего одна студия, вот, например, такой же видеозаписи, как вот у нас вот здесь. Там мало всего, всего, я считаю, не хватает, мало конкуренции. То есть даже купив, например, 2-3 единицы какой-либо спецтехники, трактора, экскаваторы, ты будешь загружен работой 100% и будешь получать деньги зачастую больше, чем вот европейской части России. А зачастую эти деньги тебе тратить будет особо даже и некуда. Предприниматели, которые там в Хакасе находятся, живут очень неплохо. Все они ведут стандартный образ жизни, то есть летают в Таиланды, в Египты, в Турции. Если им нужны какие-либо шмотки, они 4 часа быстро едут до Красноярска, закупаются в торговых центрах там, потому что минус Абакана нет полноценного настоящего торгового центра. Они только попытки сейчас строиться появились, но именно настоящих огромных торговых центров нет. Бедная публика до сих пор закупается, например, на центральном рынке. Значит, огромная часть людей, мужчин, они по привычке ездят на вахты. Когда человек едет на вахту, например, в Тюменскую область, на Ванкорское месторождение, он там не пьет, зачастую не курит, зарабатывает эти условные 100 тысяч рублей в месяц. Карточка обычно находится в Абакане или в каком-либо селе у жены. Соответственно, там он на полном обеспечении, то есть его кормят, на него затрат практически нет, он приезжает сюда, и в вахты живут очень многие жители. В этом плане я могу сказать одно, бедные женщины. Просто найти работу в Абакане гораздо все-таки сложнее, чем в любом другом крупном городе. Но вот какие-то специальности, например, легко войти в такси. Я неоднократно говорил с абаканскими таксистами. Вот в Яндекс.Такси ко мне приезжало, я даже, просто придется поверить, бэушная шестерка, Toyota Corolla 90-х годов, ну то есть ты с условно 100 тысяч рублей можешь купить какую-нибудь лохматую машину, войти в Яндекс, и ты будешь загружен работой. Там действительно есть доход, сравнимый с таксистами эконом-класса в городах европейской части страны. Где-нибудь в Москве, таксуя, ты в условном Биберево закончишь работу, тебе до дома добираться еще там 40 минут, час, полтора. Это тоже надо закладывать, и так каждый день. В Хакасии, в Абакане ты можешь закончить работу и до дома добраться за 5 минут, и вот ты отдыхаешь. То есть жизнь более вольготная, комфортная. Машины ездят более медленно, чем в других городах страны. С чем связано, я не знаю. Пешеходам уступают. При этом публика гораздо грубее, и если машина классом ниже задержалась где-то, а сзади стоит машина классом выше, тот обязательно попробует погудеть. Ну то есть вот это мерение одним нашим мужским местом там все равно присутствует. То есть чем машина классом выше, тем он считает, что у него больше преимуществ на дороге. Вот такое вот есть. Как бы я немного перескочил. Ну, повторю, в Абакане есть класс предпринимателей, которые успешны, и есть огромный класс предпринимателей мелкого пошиба, то есть таксист, таксист, который возит на микроавтобусе между городами, какая-либо у тебя секция одежды в торговом центре небольшом, на рынке и прочее, прочее. Так вот, все эти люди себя однозначно хлебом насущным обеспечивают. Нормальная комфортная жизнь, что все рядом с домом, и нормальная текучка денег. Более того, я считаю, что есть дефицит каких-то вот общепринятых для меня бизнесов. То есть в эту тему въехать можно. Сто процентов не хватает баз, заимок и прочего, прочего, прочего вот вокруг города и в республике. Не всегда удается ни с первого, ни со второго раза съездить в нужное для тебя место. То есть ты делаешь звонок, там, в условной Ергаке или на Сюгеш, а тебе говорят, все продано на неделю вперед. То есть какая-либо база, которую ты построишь рядом, она, безусловно, будет успешна. И самое интересное, что посетители будут не москвичи, питерцы, а все-таки это жители Сибири. То есть это будут жители, там, Тывы, Абакана, Красноярска. И у тебя все будет забито. То есть жители республики очень любят свою республику и очень много путешествуют по республике. Абакан очень зеленый, имеет огромное количество небольших памятников, имеет огромное количество фонтанов и фонтанчиков, имеет приличное количество парков. Я понимаю, что все это можно в течение месяца пройти, пригулять и станет скучновато. Да, такое и есть. Но по факту город не вызывает отторжения от слова вообще. Город хороший. Предыдущий мэр привел его в порядок. Результат работы нынешнего мэра я пока сказать не могу. То есть у меня достаточно еще маловато информации. Город стоит на реке Абакан. Река холодная. Внешне судоходная. По факту не судоходная от слова вообще. Один-два катера там в полчаса. Причина? Не знаю, спроса ли нет. Не могу сказать. Но если посмотреть магазины или посмотреть рынок, огромное количество охотничьих и огромное количество рыболовных магазинов. При этом рыбаков и охотников в пределах города не наблюдаем. То есть вся вот эта движуха распространяется именно на всю республику. То есть если ты футболист, хоккеист, охотник, рыболов, ну то есть человек с какими-то увлечениями, ты безусловно найдешь там свою тусовку. И это будет не вот ты выбил две недели отпуска, отдохнул и потом тоскуешь целый год. Нет, это может быть на постоянной основе. Я вот такие вещи ценю, как бы я уже человек не молодой. И я понимаю, в чем ценность вот таких вот преимуществ. В городе один крупный стадион называется Саяны. Там достаточно большое количество секций. Основной вид спорта у них хоккей с мячом. Но на хоккей с мячом ходит достаточно мало народу. Ну там порядка ста, может быть двухсот человек край. Нормальной футбольной команды нет, но огромное количество именно любительского футбола. Любительского футбола, вагоны, маленькая тележка. Количество спортсменов, бывших, профессиональных, которым вот тебе сейчас 30 лет, ты закончил вот с этим любительским футболом за условные 30-50 тысяч рублей в месяц. И что делать дальше? Огромное. Конкурс на то, чтобы стать детским тренером, очень большой. Профессия детского тренера в Абакане хороша. Родители относятся с уважением. Я не могу сказать, что престижно, но на нее конкурс. Другое дело, что детские тренера зарабатывают небольшие деньги. И зачастую человек должен работать на двух работах. То есть тренирует детей футболу или хоккею, это 20-25 тысяч. И работает на какой-то другой работе за 40-50. Но повторю, детские тренера сталкиваются неоднократно с разными. Все очень-очень хорошие. Любят дело, любят детей. Ну, то есть отношения положительные в том плане, что у тебя ребенок вырастет нормальным человеком, когда будет ходить секции. Детям открыто огромное количество секций. Условно они все бесплатные. Но если ты хочешь расти, нужно ездить на соревнования. Как по республике, так и за пределы республики. То есть родители все-таки должны располагать деньгами. Я бы считал, что бюджет это примерно десятка в месяц на каждого ребенка. На форму, на какие-то поездки. Город условно безопасный. Просто в отличие от той же Москвы и крупных миллионников, есть преступность. Преступность не профессиональная, преступность пьяная. Человек напился и пошел чудить. Человек приехал с деревни, отчаялся и решил, что попытаться ограбить или украсть это какой-то шанс. Всех их ловят, всех их ловят достаточно быстро. Но количество именно безмозглых дураков, которые пытаются что-то отнять у тебя 500 рублей, все-таки в Москве я утрирую нет вообще. Там какая-то уличная преступность где-то присутствует. То есть в Москве оставив в подъезде велосипед, я на 99,9% уверен, что он там простоит. А велосипед в Абаканской девятиэтажке в пределах 3-4 месяцев украдут 100%. Ну, то есть достаточно большое количество есть непрекаянных, неустроенных людей. Абакан – город растущий. За 10 лет он вырос примерно в процентном отношении населения процентов на 15. Город, повторю еще раз, русский. Но межнациональные отношения, которые есть внутри города, они абсолютно спокойные. Причина – мужчины в Сибири до сих пор остаются мужчинами. То есть синих волос, большого количества татуировок у парней нет. Мужчины не боятся лезть в драку. Для меня еще раз это было не открытие, а просто сравнение с европейскими. Наблюдая многочисленные конфликты в жизни, например, в европейской части страны, видно, что вот напрыгивают два друг на друга, но напрыгивают с какой-то вот… Они не хотят драться, и они, в общем-то, не хотят перейти эту черту, когда начинается месилово. А конкретно в Хакасии я вижу, что даже мужичонка 60 кг веса с бешеными глазами абсолютно бесстрашно пытается наскакивать на 120-килограммового, и его именно держат, сдерживают, и так бы он бросился. То есть какая-то простота нравов присутствует, вот это мужское присутствует. И что это означает? Когда в 2017 году в Хакасии случился несчастный случай, приехавший азербайджанский спортсмен случайно, ну, как случайно, в конфликте убил местного парня, на следующий день начались погромы кавказских кафе, разгромили два или три кафе, полиция всех задержала, по факту все получили один-два года условно, то есть не сел никто. Но суть такая, что находящиеся там жители Кавказа ведут себя спокойно, достойно. Это одна из причин, что русские мужчины там их не боятся, опять же, в отличие от европейской части России. Считаю, что межнациональные отношения там хорошие, спокойные, при том от слова вообще. Из забавного, я не могу сказать, что русские где-то поумнее, но в каких-то моментах они похитрее. Я наблюдал картину, когда футболисты, с кем я вот общаюсь, сидя без денег, на коленке, на ходу придумали турнир, который обозвали Кубком Мира. Предложили командам других национальностей, собрать команды других национальностей, скинуться по 10 или по 20 тысяч рублей и разыграть эту сумму. Собралась сборная России, сборная Хакасии, сборная ТВ, сборная Азербайджана, три сборных Киргизии, три сборных Таджикистана, сборная Осетии. А за сборную Осетии играл капитан сборной России по хоккею с мячом Алан Джусоес. Я с интересом наблюдал, как перед турниром пилили игроков. Ну, то есть, когда русские пытались перетянуть успешно играющих Хакасов с русскими фамилиями, ну, что делать с лицом, если лицо узкоглазое? Или наоборот, когда пытаются перетянуть человека с русским лицом, но у него хакасская фамилия, он, например, Метис. В общем, русские выиграли этот турнир и попилили, сколько они там собрали, 200 или 250 тысяч. Ну, насколько я понимаю, таджикские и киргизские команды, которых было по три штуки, это были в основном торговцы с рынка, они как-то, ну, не сильно обеднили. Рядом с Хакасией находится республика Тыва. Проблема республики – ее плохая транспортная доступность. И все тувинцы-тувинцы, большинство тувинцев-тувинцев используют Абакан как транзитный город. Хакасы отличаются, они хоть и азиаты, но у них достаточно узкое лицо. А у тувинцев, это, я так понимаю, прямые родственники монголов, лицо круглое, оно скорее бурятское, круглое, монгольское, монету видное. Тувинцы всегда похуже одеты, они более дикари что ли. Тут, я извиняюсь, я понимаю, что меня тувинцы слушают, просто хочу сказать, что, ну, вот так сложилось. Похуже одеты, попроще. Общаясь с банковскими сотрудниками, я, например, знаю их установку. Жителям республики Тува, прописанным в ААЛах, кредиты не давать. В Кызыле, да, он нормальный по меркам банка. Те, которые приходят, подают на документы на кредит с ААЛов, не дают, в принципе, ну, установка такая банковская. Проблема же республики Тува, повсеместное пьянство у мужчин. А в связи с тем, что азиаты пьют не так, как европейцы, то есть мне нужно, чтобы напиться, пять бутылок пива, а ему достаточно одной-двух. Азиаты это за собой знают, и в кафе, когда они сидят, они тянут одну бутылку, ну, достаточно долго, долго, тихонечко. Я видел большое количество жителей республики Тува-Тува в пьянющем виде, в сильно пьянющем, но при этом они были агрессивны. Я понимал, что где-то за сапогом у него нож. Тебе, находясь в Бакане, нужно учитывать эту особенность. Не надо пить с азиатами, ну, я имею в виду в барах, в кафе, но просто мы по-разному переносим алкоголь. И конфликт может возникнуть внезапно. У меня есть двое погибших знакомых в результате такого конфликта. То есть люди друг друга не знали, решили вместе выпить. В возникшей неприязни, человека нож, по факту конфликта не было. А вот в данный момент сейчас женщины одни воспитывают уже детей, а мужья убиты. А от того, что Тувинец сел в тюрьму на очередные восемь лет за убийство, минимальные, а больше ему не дадут. То есть убил человека, с места преступления не ушел, ничего скрываться не хотел. Преступление не из материальной заинтересованности. И поэтому, когда судья смотрит от восьми до пятнадцати лет, он в любом случае даст восемь. Восемь лет человек сидит спокойно, через шесть лет выходит и продолжает пить на воле. Но это еще раз, никакого национализма, я просто рассказываю свои наблюдения, тут без обид. Я большой любитель играть в футбол, и играя с различными командами, периодически там приходя, смотрю, играют ребята азиаты. Я к ним присоединялся. Прекрасные люди, один в один русские. Но вот мне, как жителю выросшенной в европейской части России, где жителей азиатов достаточно мало, все равно у меня всегда был, ну, не то что культурный шок. Я их, скорее, воспринимал как таджиков-узбеков, ну, то есть иностранцев, приехавшись из страны, и голова никак не переключалась, что это свои такие же сограждане, абсолютно от тебя ничем не отличающиеся, мыслящие так же, как я, говорящие, как я. А очень красивый нюанс, хочу сказать, может быть, кого заинтересует. У женщин в Сибири очень красивый певучий говор. Очень красивый, певучий, то есть иногда можно просто подслушивая любой разговор женский, получать удовольствие. Отличается склад, речь, как вот говорят в европейской части страны. Но при этом женщины в европейской части страны гораздо красивее, ухоженнее и изящнее. Не хочу наговаривать, но изящество, вот конкретика, вот изящество, умение правильно одеться, подчеркнуть детали в Хакасии отсутствует. Большое количество РСПшек. Все-таки мужчины более диковато, чем европейцы, погибают чаще, чаще рассматривают такие профессии, как служба по контракту, уезд на вахту. То есть, если ты ходок по бабам, в твоем случае это твой город, приезжай, веди себя экологично, в том плане, что сильно не вреди, но девок у тебя будет много. Ну, то есть, конкуренция за мужчину там действительно есть. Мужчина — это мужчина, это гораздо большая ценность, чем в европейской части России. Знаю большое количество программистов, работающих в Хакасии, конкретно в Абакане, работающих удаленно, получающих хорошие деньги и не стремящихся никуда уезжать. Поверьте, оно такое вот есть, и это выгодно. Ну, во всех странах, то есть, если у тебя душа в гармонии, нехрен срываться в Красноярск, в Новосибирск, в Москву или в Питер. Это вот четыре направления. Если тебе комфортно, вот у меня такой критерий есть, когда барышня с тобой может найдеть каблуки, и вы спокойно, спокойным прогулочным шагом идете куда-либо. Из минусов. Культурная жизнь, я считаю, очень-очень слабая. Минусинский драматический театр и Хакасский, два театра, там национальный обычный, в театре наливают кофе из пакетика. То есть, даже нет кофе. Ну, то есть, ты приходишь, вроде все приоделись, но по факту ни Москва, ни Питер. То есть, культурная жизнь, это езжай в Красноярск. Если приезжает какая-нибудь условная Полина Гагарина, то организатору концерта названивают со всей республики, стараясь выбить лишние билеты. То есть, свои 10 тысяч зрителей на стадионе Саяны она получит 100%. Приезжих артистов любят, артисты это знают, и в регион они ездить любят. Что Газманос, что Гагарина, кто бы не приезжал, то есть, будет обязательный сбор. Отличие республики в том, что проводятся самые настоящие конкурсы какой-либо самодеятельности. То есть, какие-то поющие люди выходят на сцену, их может быть 10, 20, 30 коллективов. Зал, который их смотрит, полный, 600 человек, и зачастую билетов еще не хватает. Да, зал на 80% тетушки, но они смотрят, аплодируют, они радуются, они потом обсуждают это где-то в семье, в коллективе с другими тетушками. В парке Орленок, который, я считаю, по моим субъективным ощущениям, самый душевный парк страны, душевный парк Орленок, по пятницам-субботам приезжает играть Минусинский оркестр, когда порядка 20 или 25 человек играют живую музыку, и пожилые парочки танцуют на танцплощадке. Вы даже не представляете, как это умилительно. Ну, то есть, это, опять же, стоит один раз увидеть, посмотреть. Дни города, которые проходят, что в Абакане, что рядом в Красноярском крае, Минусинске, замечательные. Съезжаются люди со всей республики, устраивают большие торговые ряды. И если бы у меня в кармане был, первое, миллион свободный, и второе место, куда складывать покупки, я бы накупил кучу различных безделушек. Глаза там разбегаются от еды, различной снегде, до каких-либо национальных и просто поделок. В моем случае идешь, и слюни текут, потому что, ну, куда вот это все мне набирать. При этом приезжающие на День города люди вполне искренне, если она в национальном костюме, она в нем может и ходить в своем Аале или где-нибудь в Ласкевском районе. То есть все очень гармонично. Праздник так праздник. Действительно, город именно выходит и празднует. Маленькая особенность. Праздник проходит примерно 20 августа, а 21 августа в соседнем городе Минусинске, такой же День города. В Минусинске пытаются раскручивать такую тему «Минусинский помидор». Кто вырастет самый большой помидор, тот получает ежегодно машину, новую русскую машину. Соответственно, там к этому делу относятся серьезно. То есть если ты вырастил помидор, ты стал богаче на несколько сотен рублей. На этот помидор собирается тоже огромное количество людей. Из забавного ты идешь по торговым рядам, где стоят там условно какие-то казаки. За 30-50 рублей покупаешь соленый огурчик, вот такой небольшой, но по факту тебе дают чарку самогонки, и ты таким образом пьешь. То есть самогон нельзя же продавать, но ты покупаешь огурчик, и вот подарок. Дни города проходят очень душевно. Я стараюсь всегда в своем личном графике выбрать вот этот август и быть эти два дня и в Хакасии, в Абакане, и в Минусинске. Просто слово «душевно» очень-очень-очень подходит. Если так сложилось, что вы оказались в Минусинске, это 24 километра от Абакана, мое субъективное мнение – Минусинский краеведческий музей – один из лучших в стране. Выберите 2-3 часа – один из лучших в стране, не потеряете время. Там есть все и по хакасской культуре, там и менгиры, то есть куча камней, и все, что нужно, все есть, и животный мир, и детям всем понравится. Просто очень рекомендую. Отличие Минусинск, что он старый, соответственно, старинная постройка, классическая сибирская старинная постройка 19 века. Абакан – город новый, а Абакан это все-таки не разменял еще 100 лет, поэтому старину посмотреть туда. Если хотите мрачную атмосферу, ну вот просто почувствовать какой-то вот, что тебе что-то давит, что что-то не то. В другую сторону, 20 километров от Абакана, Черногорск. Местные называют его Чикаго, 70 тысяч жителей. Казалось бы, 20 километров от Абакана. Абакан – это все-таки столица Хакасии, да, столица республики. В Черногорске тебя не покидает чувство, вот какой-то полуразрушенный пустой завод, вот еще какие-то непонятные заросли, пространство, ну то есть какой-то местный гарлем. Я точно знаю, что когда в Абакане ты квартиру арендуешь за 15 тысяч, то такая же в Черногорске обойдется в 9. Ну то есть город такой, мало кому интересный. И вот если хочешь почувствовать какую-то еще раз мрачную вот эту вот необустроенность, скорее даже 80-е года, съездив в Черногорск, прогуляйся, почувствуешь, ну просто чтобы был какой-то контраст. Есть неплохой город Саиногорск, но он все-таки известен именно своим Саиногорским алюминиевым заводом. Я упоминаю его только в контексте чего, что если вдруг, вдруг станет такой вопрос, что регионы не будут отчислять деньги в Москву, и Москва резко обеднеет, то есть Москва не будет центром России, то республика Хакасия со всеми своими залежами угля, залежами алюминия, со своей дешевой энергетикой однозначно не пропадет, потому что население небольшое, 500 тысяч с чем-то человек, и вот все, что это есть, может их прокормить. Когда я ездил в деревню Ефремкино, это спуск по горной реке, такой спокойный спуск, и поход тропа предков, тропа шаманов, я увидел с высоты горы великолепное поместье. Я думаю, что на Рублевске тоже вот таких поместья немного. Там что-то связано управляющие с золотодобычей, приисками. У человека там есть все. И вертолетная площадка, и самые лучшие машины, и огромные территории, и конюшни. То есть, если ты успешный предприниматель, ты будешь там жить совсем неплохо, именно как король. В Москве ты будешь один из Рублевки, там чисто теоретически ты можешь быть король. Для кого-то это тоже важно. Повторю, я действительно на полном серьезе рассматриваю вариант, что я бы переехал туда и, например, летал бы в Москву, например, три раза в месяц на 2-3 дня. Причем в Москве у меня есть квартира, в других городах у меня есть квартира. Мне Юг-Сибири нравится, мне импонирует. Мне нравится, что это простая публика. То есть, я это сейчас говорю по мироощущениям. То есть, если ты 20-летний молодой человек, и ты куда-то там стремишься, да, мой разговор ни о чем. Но если ты чувствуешь какую-то неуживчивость вот в городе, в крупном миллионнике, я считаю, нужно съездить на экскурсию и посмотреть. В Абакан цена билета обходится порядка 11 тысяч в одну сторону, но не менее 5-6 раз в году, что Аэрофлот, что С-7 устраивают распродажи, билеты можно купить заранее, обойдется 6 тысяч в одну сторону. То есть, достаточно недорого. Город безопасный, но не как Москва. То есть, все равно какая-то оглядка должна быть, большими наличными не светить. Будучи на дискотеке, я об один был в самой яркой рубашке, все были в каких-то темных цветах. Ну, то есть, выделяться каким-нибудь сомбреро и яркой рубахой, ну, это понятно, что ты не местный. По прошайке будут подходить, там 20 рублей будут стрелять. Ну, то есть, насколько ты комфортно себя чувствуешь, что он на тебя смотрит и понимает, что ты не местный. Сейчас я скажу одну необычную мысль, попробуйте сразу не критиковать. Значит, в Абакане дикие воспитанные дети. Дикие, то есть, они очень с многими людьми общаются, абсолютно социализированы. Еще раз, могут подраться. Ну, то есть, нормальные дети какие должны быть. Но при этом они очень воспитанные. Взрослые неоднократно делают им какие-то замечания. Они эти замечания слушают. Есть уважение к взрослым. То есть, это большой плюс. Дети до определенного возраста возрастают нормальными людьми. Но в связи с большим количеством пьющего рабочего населения, ну, как бы традиционно, поколение меняется, человек пьет, 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 следующее. Все-таки достаточно большое количество хулиганов, хулиганья с ним работают. То есть, детей пытаются работать. И в основном пускают через патриотические организации. Что такое патриотические организации? Сборка-разборка оружия, военные тематики, туда-сюда. То есть, в дальнейшем все вот это вот беспокойное, назовем так, потенциальное хулиганье идет в армию. Для большинства мужчин, которые не обустроены как предприниматели, не готовы в чиновники, плохие спортсмены, ну, как бы плохо приспособлены к жизни, армия – это социальный лист. Я говорю о ситуации до событий на Украине. То есть, армия всегда была социальный лист. То есть, человек обустроился по контракту, его кормили, поили, одевали. То есть, это была такая вещь. То есть, большинство хулиганья шла вот именно по армейской части. Поддержка событий на Украине. Первоначально 100%, про-государственное – 100%. Но взять Москву, Питер, здесь практически нет похорон. Если открыть 19 рус.инфо, он, скажем так, самый крупный источник информации о городе, каждый день одно-два тела. Каждый день одно-два тела. То есть, вот соль земли русской, она все-таки в Сибири, и именно вот они воюют и погибают там, на Украине. То есть, ну, вот так сложилось, чтобы было понимание. Сейчас поддержка вот этого дела отшатнулась. Я как бы наблюдаю, общаясь с людьми, когда летаю, уже нет этой повсеместной поддержки. Население простое, но вот это количество тел, в общем-то, оно сказывается. Если объявляется какой-либо концерт, что мы все деньги отправим на сбор, бла-бла-бла-бла-бла, все места будут раскуплены, стоимость концерта будет 300 рублей, придет 600 тетушек, соберет эти условные 200 тысяч, которые хватит экипировать там одного человека или купить один квадрокоптер, и потом довольные расходятся домой, мы патриоты, мы поддержали, бла-бла-бла-бла-бла. Просто я к тому говорю, что 80% населения страны, или 70, они такие, чтобы было понимание, что когда вот мы обсуждали, поменяется власть, не поменяется, вот оно такое население, так сложилось. Сейчас тел достаточно много погибающих, ну вот именно конкретно в тех республиках, там Бурятия, Хакасия, Тыва, везут как бы борта постоянно. Еще нюанс, много сектантов, много сектантов съездить на перезагрузку, прекрасная вещь. И повторю, для стремящегося человека, город тупиковый, для человека, который уже пожил и хочет спокойствия и уединения, рассмотрите вариант, я город очень рекомендую. Пока он зеленый, достаточно чистый, достаточно комфортный. По минимуму там все есть. Ну, поверьте, года полтора там прожил. Вешу риски сделать быстро бабки, Дарк на черный рынок, скам и ставки, Жизнь и опыт научил быть кратким, Дев, но отличаю лошадь правды. Вешу риски сделать быстро бабки, Дарк на черный рынок, скам и ставки, Жизнь и опыт научил быть кратким, Дев, но отличаю лошадь правды. Мультичел